Приветствуем вас на канале Фитстарс! Сегодня мы расскажем вам историю о трансформации бабули. Какие ассоциации у вас вызывают бабушки? Теплые носки и вкусные пирожки? Но это не всегда так. На пороге 21 век, и перефразируя знаменитого детского поэта, можно с уверенностью сказать, что бабушке разные нужны, бабушке разные важны. И у кого-то в наши дни бабушка может стать звездой интернета. А иногда современные бабушки даже способны поднимать штангу и работать фитнес-инструкторами. Не верите? Тогда познакомьтесь с этой очаровательной леди из Канады, весьма элегантного возраста. Сейчас ей 76 лет! Проблемы Джоан Макдональд начались еще в молодости, когда она поняла, что можно бороться с трудностями, прокладывая тропу к холодильнику или заедать сложности. Так появлялись лишние килограммы, шли годы, и избыточный вес стал сказываться на состоянии здоровья. К 73 годам дама почувствовала, что старость совсем никакая не радость, потому что с трудом могла подняться по лестнице на второй этаж. Она весила тогда более 90 килограммов, при достаточно миниатюрном росте – 160 сантиметров. И, конечно, появилось множество различных заболеваний, а гастрономическое меню дополнило целая груда всевозможных лекарственных препаратов. Следствием вышеперечисленного стали апатия и депрессия. Однажды Джоан позвонила своей дочери и пожаловалась на тяжелую старость. И этот звонок изменил всю дальнейшую жизнь канадской пенсионерки. По счастью, дочь Джоан, 51-летняя Мишель, оказалась инструктором по йоге и фитнесу. Она предложила маме начать новую жизнь, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. И Джоан согласилась. Но самым первым шагом на пути к здоровому питанию и спорту была, как это неудивительно звучит, покупка смартфона. Оказывается, миссис Макдональд не дружила с достижениями технического прогресса, но дочь настояла на своем, потому что разработала для мамы индивидуальную программу онлайн-тренировок. Позднее об этом периоде Джоан скажет следующее. «Иногда мне хотелось плакать, и я была готова бросить все, но, к счастью, я слишком упрямая». Спустя три года тренировок и правильного питания Джоан удалось сбросить 30 килограммов в возрасте 76 лет. Теперь она весит 60 килограммов, питается пять раз в день здоровой пищей и занимается в зале не менее четырех раз в неделю. Но это еще не все. Миссис Макдональд обрела невиданную славу и стала фитнес-моделью. Причиной того послужили небольшие видеозанятия Джоан, которые она выкладывала в интернет. И о ней заговорили СМИ. «Стронг фитнес-магазин», «Дейли Мэйл», «Фокс Ньюз», «Шейп», «Си Би Си Ньюз», «Яху Лайф» стали печатать интервью с Джоан и размещать ее фото на своих страницах. Джоан Макдональд, как мы уже говорили, тренируется в зале не менее четырех раз в неделю. Причем один день посвящает исключительно кардионагрузкам. Особое предпочтение в фитнес-занятиях она отдает горизонтальной тяге, жиму ногам и всеми упражнениями на трицепс. Кроме того, она рекомендует всем ежедневно совершать не менее 8 тысяч шагов. Как же питается сейчас эта удивительная бабушка. Наша героиня признается, что готовить здоровую еду ей помогает смартфон, точнее специальное приложение, подбирающее меню на неделю с указанием всех белков, жиров и углеводов. Раньше миссис Макдональд грешила чрезмерным употреблением сладкого и орехов. Теперь же она отдает предпочтение белкам и полезным насыщенным жирам. Вот пример ее суточного рациона. Он состоит из четырех приемов пищи, при условии, если сегодня нет спортивных тренировок. Первый – протеиновые блины с малиной. Второй – омлет с сыром и индейкой, помидоры и половинка рогалика. Третий – черничный протеиновый флав на кокосовом молоке. Четвертый – это лосось, тушеные овощи, морковь со спаржей и капустный салат. Миссис Макдональд рассказывает в своем блоге, что данное меню можно назвать облегченным. Если же намечается занятие в зале, то появится и пятый прием пищи. Правда, она сообщает, что лосось с овощами чаще всего является для нее финальным блюдом. Сегодня Джоан Макдональд является успешным блогером. Количество ее подписчиков перевалило отметку в полтора миллиона человек. Но и это еще не все. Точнее, не последнее достижение нашей героини. Похудевшая на 30 килограммов пенсионерка из Канады сама стала тренером. Она разрабатывает программы тренировок и помогает худеть другим. А еще она с легкостью тягает штангу. И даже не верится, что три года назад ей тяжело было подняться по лестнице на второй этаж. Вот так в 76 лет эта пожилая дама стала стройна, здорова, богата и знаменита. В своем блоге она дает советы тем, кто хочет последовать ее примеру. Совет первый. Рассказать о своей цели близким. Они, скорее всего, вас поддержат и, возможно, тоже начнут новую жизнь вместе с вами. Совет второй. Слушать свое тело и понимать, какие сигналы оно вам подает. Совет третий. Есть медленно, мало, но часто. Совет четвертый. Всегда планировать свой день, чтобы понимать, на что будут тратиться калории. И пятый совет. Жить в хорошем настроении. Ну а от себя добавим. Похудеть еще проще можно на fitstars.ru. Ссылочка и промокод в описании. По мнению современных ученых, регулярные физические нагрузки не только способствуют похудению, но и улучшают память, положительно сказываются на работе головного мозга, помогают решить проблемы со сном и снижают тревогу. Кроме того, занятия фитнесом стимулируют выработку коллагена в коже и предотвращают появление морщин, укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему. А также снимают риск атеросклероза, инсульта и даже онкологии, ну и старческого слабоумия. Физическая активность улучшает кровообращение, нормализует давление, уменьшает проявление целлюлита, стимулирует выработку гормонов радости, эндорфинов и помогает сохранить подвижность суставов, а также уменьшает вероятность развития диабета второго типа. И если же человек уже болен диабетом, физические тренировки существенно облегчают течение болезни. В заключении сказанного следует добавить, что люди, занимающиеся спортом, живут на 7 лет дольше. У них гораздо больше сил, здоровья и энергии. Они не простужаются, моложе выглядят и, наверное, самое главное, они более счастливы. Серьезный аргумент, не правда ли? Если бабушка в 73 смогла, то и вы сможете. Начинайте новую жизнь не с понедельника и не с завтрашнего дня. Начинайте сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok И я стремлю, чтобы быть лучше. Благодарим за просмотр этой истории трансформации и желаем вдохновения на новые свершения, ведь никогда не поздно. Подписывайся на канал и ставь палец вверх!